Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Если вам понравится видео, обязательно оцените его, чтобы алгоритмы YouTube рекомендовали его другим пользователям. Если вы хотите смотреть больше таких видео, то нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал, и тогда вы точно ничего не пропустите. А если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях или переходите по ссылке. Там же вы можете задать мне личный вопрос, на который я буду отвечать в одном из своих видео, посвященный вопросам и ответам. Сегодня у нас очень интересная тема, потому что мне предстоит возможность выбрать второй модуль. Я хочу напомнить для тех, кто впервые оказался здесь, что это серия видео, посвященных тому, как я собираю свой небольшой модулярный Eurorex синтезатор. И в первом видео я рассказывал о питании и кейсе, в втором видео я выбрал первый модуль, это был Serial Triggered Sample, как раз таки вот он. А сегодня я буду подключать к нему вот такой вот модуль под названием LFO. Это Quad Pingable LFO от компании тоже 4MS, который является как раз таки Low Frequency осциллятором. Это низкочастотный осциллятор, который позволяет не генерировать звук, а управлять функциями других модулей. Ну и в принципе сам себя он тоже может управлять. Многие говорят, что никогда недостаточно VCA, но я считаю, что как раз таки LFO never enough, потому что эта функция позволяет добавлять интересных очень таких вот модуляций. Сегодня посмотрим, каких именно. Модуль сам вот так вот выглядит, он на самом деле довольно толстый. И посмотрим, что мы сможем сделать с помощью сэмплера и вот этого LFO. Сможем ли мы сделать полноценную модуляцию. Сейчас мы его подключим. Итак, сейчас я попробую вам рассказать, что такое Quad Pingable LFO. Это 4 LFO, абсолютно одинаковых 4 блока в одном модуле. LFO это частота низкая, которая позволяет регулировать один из параметров, например, соседний модуль. Либо она может сама себя в некоторые входы тут тоже управлять. У нее есть кнопка включения. У каждого из блока есть кнопка включения. Сейчас мы включим первый блок и запустим с помощью кнопки Ping ее скорость. Вот сейчас мы можем смотреть на вот этот индикатор. Он показывает, как идет волна. Вот этой ручкой мы можем регулировать, каким образом она будет выглядеть, эта волна. То есть это будет резкая атака и плавный спад. Либо это будет что-то среднее, вот такое. Либо это будет вот такой вот экспоненциальный режим, когда атака в самом конце этой волны. И она дает, кстати, импульс в виде клока. Сейчас эту волну я попробую подключить на вот этот вот сэмпл, который здесь у меня. То есть когда волна достигает свой пик, она будет воспроизводить сэмпл. Потому что я ее вставляю в разъем Play. Вот сюда. Ну вот мы слышим звук. Теперь вторую, например, второе LFO я также активирую и сделаю более медленным. То есть нажал Ping и жду какое-то время. И вот теперь его тоже активировал. И можно посмотреть, как лампочка медленно загорается. И этим LFO я буду управлять, ну, например, высоту тона. Возможно, будет какой-то неприятный звук. Сейчас посмотрим. Сделаем посередине, чтобы примерно одинаково было вздухание и подъем. Дальше еще один четвертый LFO мы можем направить, например, на смену сэмпла. То есть вот этот вход означает, что мы будем менять сэмплы, которые находятся в этом банке. И посмотрим, что получится. Чуть-чуть помедленнее. То есть что происходит? Этот управляет у нас триггером, как триггер служит, запуская сэмпл. Этот меняет высоту тона, а этот меняет сам сэмпл. Убираем высоту тона, прослушаем просто вот так вот сэмплы. Также можно попробовать изменить старт позишн. Это вот этот вот input. То есть сейчас старт позишн, вот эта ручка будет менять по свое положение в соответствии с волной вот этого осциллятора, то есть LFO. Теперь мы сделаем следующую модуляцию. Когда этот сэмпл завершает свою игру, пускай он запускает вот этот модуль, который располагается в левом. Сейчас подберу что-нибудь музыкальное. Сэмпл завершает свою игру. Вот пускай он запускает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, как вы считаете, достаточно ли двух модулей для того, чтобы делать какую-то модуляцию? Я считаю, что да, потому что все зависит от модулей, от их возможностей. Вот мы сейчас посмотрели два очень интересных модуля, который... Один является сэмплером, то есть вы можете подгрузить любой звук туда, не ограничивая себя, а второй является аж четырьмя легкоуправимыми LFO. И, соответственно, имея вот такие вот патч-провода, которые вставляются сами в себя, соответственно, сигнал вы можете множить, да, мы можем создавать последовательность какую-то, и в то же время можем делать ее интересным в плане модуляции. Об этих проводах я хотел бы рассказать, что они отличаются от обычных проводов, вот от таких... тем, что они имеют возможность дублировать сигнал. То есть этот один провод имеет возможность только из одного источника подавать в другой. Здесь вы можете дублировать этот сигнал как вам угодно. Например, если у вас много проводов, вы можете собирать вот такие вот конструкции. Чем больше таких проводов, тем лучше. Я считаю, что это очень крутое решение. Это тип-топ аудио у меня. С удовольствием пользуюсь ими. Как вы видите, вот мы собрали из двух модулей такую вот сложную схему и получили очень интересный на выходе такой саунд. Скорее всего, это больше не про музыку. Ну, я не знаю. Тут как бы кто вкладывает в понятие музыки что-то свое. И если для кого-то это музыка, то значит это музыка. Спорить тут не вижу смысла. Каждый по-своему определяет. Но, тем не менее, результат вот такой. Два модуля, я считаю, что достаточно для того, чтобы уже в свой обычный сетап, если у вас есть даже просто компьютер или у вас есть простые драм-машины и синтезаторы, вы можете с помощью двух вот таких вот интересных модулей сделать классную модуляцию. Для поддержания интереса к своему каналу я решил разыграть вот такой постер. Это мой модуляр. Я его рисовал в свое время в векторе и потом приводил вот в такой вот вид. У меня есть большие и маленькие постеры. Вот маленький постер я разыграю и отправлю его тому, кто напишет под этим видео комментарий на вопрос, для чего вам модуляр. Может быть, ваш модуляр или который вы мечтаете собрать, для каких целей вы хотите его собирать. Автор самого интересного комментария получит от меня вот такой подарок. Я очень люблю такие маленькие постеры или какие-то дизайнерские такие вот штуковины, которые могут стоять на полке. Это очень красиво. Я надеюсь, что вам он тоже очень понравится. И поэтому вот разыграю такой. У меня их несколько. Может быть, потом еще один разыграю. Не знаю. Посмотрю, как пойдет. Поэтому принимайте участие в этом скромном конкурсе. Пишите комментарии. И на этом видео сегодня подходит к концу. И в следующем видео мы рассмотрим еще один модуль. Так что до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok